Друзья, девчонки, всем привет! Меня зовут Крис Савельева, и сегодня у нас с вами будет долгожданный ролик, туториал, где я покажу свою укладку на новенький Dyson. Прежде чем начнем, хочу сказать, обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте пальчики вверх, и я буду ждать вас в своих следующих роликах. Погнали! Итак, первое, что я хочу сказать, что этот Dyson, кстати говоря, вот этот малыш, мой долгожданный обновленный Dyson, я его купила не так давно. Купила я его на Новый год, честно, это было моей такой, знаете, женской мечтой. Я люблю говорить, что Dyson в мире женщин, это как Мерседес в мире мужчин. У меня волосы, они в принципе плохо держат какую-либо укладку, даже на утюжок, даже на плойку, и когда я покупала фен, я сразу понимала, что я его беру просто потому, что мне очень хотелось его купить. Но сегодня я покажу, как я делаю локоны, которые держатся у меня, ну, день точно. Для меня это большое достижение, потому что в целом укладка у меня держится очень плохо. Поэтому, если у вас такой же тип волос непослушный, который абсолютно не держится, предлагаю вам сегодня остаться в этом ролике и посмотреть мой личный способ, как я делаю укладку на Dyson, чтобы у меня локоны держались стойко. Я прям сейчас только что помыла голову, сразу хочу девочке сказать такой важный нюанс, когда вы моете голову и хотите сделать классные локоны, пожалуйста, не используйте какие-то тяжелые маски для волос, то есть те, которые питательные. Потому что иначе у вас волос станет очень плотным, тяжелым. Вы должны понимать, что когда вы покупаете Dyson, он делает действительно очень легкие локоны, если у вас, повторюсь, не такой тип волос, как пористый, очень такой жесткий. Когда у вас волосы вот примерно такой структуры, как у меня, сейчас вы увидите, когда я буду сушить, чем больше вы будете волосы утяжелять за счет различных средств, за счет тех же самых масок, у вас локон будет держаться менее стойко. Поэтому я сделала легкий кондиционер и вот сейчас буду показывать, какими средствами я пользуюсь. В первую очередь, девочки, это, конечно, термозащита. Без нее никуда. Очень люблю вот эту марку, называется Real She. Стоит это средство порядка, наверное, двух с половиной тысяч рублей. Девчонки, покупайте, не пожалеете, средства хватит на очень долгое время. И честно могу сказать, что оно не утяжеляет мои волосы и для меня это является большим плюсом. Важно знать золотую середину, иначе если переборщите, потом волосы будут такие немножко грязненькие. Так, вот так вот я его втираю, причем, видите, я корни не трогаю, соответственно, а прохожусь именно по кончикам. Я когда волосы окрашивала, я же до этого была русой, у меня вообще никакая укладка не держалась. То есть даже если я феном, брашингом подкручиваю, у меня кончики сразу развивались и становились максимально прямыми. Поэтому я в том числе сделала окрашивание, и, кстати, это действительно помогло. Если вы думаете, стоит ли покрасить для того, чтобы ваши волосы лучше держали укладку, я думаю, что да. Спрей от Ликата. Это тоже спрей термозащита, но он в целом достаточно многофункциональный. То есть помимо того, что он дает термозащиту хорошую, он при этом очень хорошо делает волосы такими, знаете, приятными на ощупь, гладенькими. Мусс для укладки. Мусс для объема от Капус. Я этот мусс наношу только на корни. Наношу для того, чтобы у меня был объем. Беру вот примерно вот такое количество средства. Прям по длине не наношу, но наношу только на зону, где я хочу максимальный объем. Вот таким вот образом. Здесь очень важно хорошо втереть прям в корни. Теперь приступаем к сушке. Как видите, перед тем, как делать локоны, я обязательно их делаю на чистую голову, когда она прям свеженькая-свеженькая. Первую насадку, которую я беру, обычная вот такая вот насадочка. Когда вы сушите волосы, выставляете максимальную мощность и максимальную температуру. Очень важный момент. Когда я сушу волосы, я особый акцент делаю на корня. Далее, когда мои волосы стали вот такие, знаете, ну процентов, наверное, 50 сухие, я беру следующую насадку. Она одна из моих самых любимых. Эта насадка выглядит вот таким образом. Берем сейчас эту щетку и опять, девочки, делаем максимальный акцент на корнях. Знаете, что я вам также предлагаю? Перед тем, как приступить вот к этой насадке, можете волосы расчесать, если они у вас слишком запутанные. Я вот так вот аккуратненько, обязательно придерживаю у макушки волос, чтобы не было такого, что вы вырвете себе пол вашей шевелюры, начинаю расчесывать. Главное не делать на очень мокрые волосы, потому что иначе, конечно, это все очень сильно вредит. Берем уже щеточку, начинаем проходиться по корням, чтобы придать дополнительного объема. Рекомендую не тянуть вот так вот вниз волосы, потому что таким образом вы полностью напрочь убиваете вот тут у вас объем, получаются такие сосульки. Какой техникой пользуюсь я? Сейчас прям покажу вам на примере. Значит, я приподнимаю и тяну вверх. Видите? Всю свою укладку я буду тянуть вверх. И то же самое простым движением вот так раз и приподнимаем с вами, да? Вот таким вот образом. Сейчас покажу, как это будет выглядеть на деле. Вот такая вот красота у нас с вами получилась только при помощи вот этой щетки замечательной. Беру следующую насадку и беру, смотрите, сейчас будет тоже важный момент. У нас есть в наборе с вами две насадки. Одна более толстая, классическая, да, другая тоненькая. По какому принципу я рекомендую выбирать насадку? Смотрите, я обычно укладываю локоны тоненькой насадкой, если я хочу, чтобы они у меня были стойкие. Потому что посмотрите на мою текстуру волос. Посмотрите. У меня вот эта насадка толстая. Она будет создавать легкую-легкую волну. И знаете, к концу дня это будет похоже на легкую ухоженность. Поэтому если я хочу, чтобы у меня моя укладка дольше продержалась, я обязательно использую тоненькую насадку. Я залю волосы на ровный пробор. Я не делаю укладку ярусами, как делают многие девочки. Вот так вот, да? То есть они делят и вверх, и вниз. Потому что эта укладка занимает целую вечность. Я люблю быстро. Я не люблю, когда укладка делается час. Обычно вот на эту укладку, простую, каждодневную, у меня уходит не более 15 минут. И то я считаю, что можно приноровиться, делать ее в разы быстрее. Очень важно. Температура у нас с вами стоит максимальная. И мощность у фена тоже стоит максимальная. Начинаю накрутку с самой передней части. Мне так в разы удобнее на самом деле. Небольшой лайфхак. Если у вас похожая структура волос, как у меня, либо в целом у вас очень плохо держатся укладки, плохо держат Дайсон, обязательно делайте их тоненькими, маленькими. Прямо смотрите за тем, чтобы у вас не было такого, что вы берете примерно вот так. Потому что так у вас ничего не завьется, особенно на тонкую насадку. Поэтому берите вот такие вот тонюсенькие, прям. Чем тоньше вы берете прядку, тем лучше она у вас будет держаться, и тем больше у вас будет объема в конечном итоге. Все прядки я кручу только от лица. Все прядки я кручу. Все локоны я кручу только от лица. Первую половинку мы с вами закончили завивать. Как видите, она получилась не супер эстетичной, но это нам и нужно, чтобы наши локоны с вами сразу не развились. Мы обязательно используем стайлинг. Я использую вот такой вот лак от Оллин. Мне он очень нравится, поэтому я обязательно им прохожусь по всей длине. Вот такая вот у нас с вами красота сейчас получается. Вот точно так же все делаем по точно такому же принципу. Принцип жгутика. Еще раз сейчас вам покажу. Только здесь очень важно, девочки, если вы там накручивали локоны в одном направлении, то здесь вы меняете стрелочку на другое направление, потому что нам важно всю укладку делать только от лица. Закручиваем. Держим примерно секунд 10-15. И начинаем потихонечку выкручивать наш жгутик. И так делаем абсолютно со всеми локонами. Видите, какую я толщину беру? Очень маленькую. Ну что, вот наша укладка. Все волосы мы с вами завили. Я не расплетаю жгутики, я сразу же использую лак. Прям прохожусь, знаете, по всей длине. И очень уделяю внимание именно вот этой зоне, которая идет у лица. Если у вас есть время, вы можете с такой укладкой походить дома минут 10-15, чтобы локоны окончательно остыли, по крайней мере, вот на этой стороне. И уже после вы можете их либо пальчиками расчесать, либо расческой, либо просто потрясти вниз головой. У меня расческа не работает. То есть, когда я начинаю расчесывать волосы расческой, у меня они сразу все распускаются моментально. Поэтому я, как правило, сейчас просто наклоню волосы вниз, вот так вот их встряхну аккуратненько, еще раз, может быть, пройдусь лаком сверху, и на этом моя укладка будет закончена. Сейчас покажу, как я это делаю. Оп! И смотрите, что у нас получается. Беру лак, прохожусь. Да, без лака никуда. Сразу говорю, у меня волосы вообще не держат укладку без него. Я не представляю, как некоторые девочки, знаете, показывают свои истории, что просто вышли, завились и даже без лака пошли. У меня сразу все развалится, поэтому не скуплюсь на лак. И вот такие локоны у нас с вами получились. Посмотрите, какая красота. Все супер, естественно, выглядит. Если вы знаете, что у вас волосы не держат укладку, используйте больше стайлинга. И вот, какая красота. С такими локонами я могу спокойно проходить целый день. Они не держатся у меня парочку дней, но, опять-таки, это все зависит от типажа волос. То есть, если у вас волосы более пористые, я уверена, что у вас эта укладка продержится и несколько дней в том числе. Вот. У меня бывает такое, что я даже подбиваю какие-то передние прядки, если я понимаю, что, предположим, из-за сильного ветра, либо дождя, у меня укладка сошла на нет. Пишите в комментариях, как вам вообще укладка, как вам способ жгутика. Мне кажется, что он работает хорошо за счет того, что локон успевает остыть в этом жгутике и не расплетается сразу. Поэтому попробуйте обязательно. Если вы понимаете, что у вас дайсин до этого не работал, возможно, все-таки нужно попробовать жгутик, и вдруг, вдруг вам этот способ подойдет. А я вас жду у себя на канале. Обязательно подписывайтесь, и увидимся в следующих роликах.